Здравствуйте! В эфире информационная программа «Тема дня» в студии Екатерина Иваненко. Смотрите в нашем выпуске. Отрезало от большой земли. Село Преображеновка Липецкой области из-за паводка оказалось в изоляции. Затянуть пояса. Согласно опросам в ЦИОМ, жители России стали экономить на еде. Группа кораблей НАТО, которые занимаются обеспечением безопасности в Балтийском море, прибыла в Ригу. Отрезало от большой земли. Село Преображеновка Липецкой области из-за паводка оказалось в изоляции. И так происходит каждую весну. В гости приехал. На свою беду. Ну как вот, застал меня, разлив реки. Вот сейчас, слава Богу, эвакуировался отсюда. Ну ничего, написали завещание. Вот, переехали. Да, слава Богу, все в порядке. Село Преображеновка в 2012 году победило во всероссийском конкурсе самое благоустроенное сельское поселение. Однако каждый год оно оказывается отрезанным от большой земли. Ждем со страхом этого периода, конечно, когда нельзя будет переправить с автобусом. Потому что неизвестно, как дальше сложится. Лесом не проедешь никуда. Только через лодку или вот в этом году на машине перевозят. Это ужасно. Вы знаете, это невозможно, конечно, так жить. Обещают сколько лет сделать мост. Но ничего не делается. Переправа занимает полчаса, а порой и час. Не раз резиновая лодка, на которой тоже перевозят людей, переворачивалась. А ехать в объезд – это крюк в 50 километров. Все дело в том, что местный мост через реку низководный. То есть он специально построен для пропуска паводковых вод. Но жителям от этого не легче. Да, такое каждое весно. Заливает мост село Преображеновка. Тут пешком переходит на сапогах, тут на тракторе переезжают, а других на пожарной машине перевозят. На автомобиле здесь не проедешь, поэтому и продукты, и людей переправляют спецтехникой, тракторами и машинами повышенной проходимости. Местная администрация не считает паводок проблемой. Село живет, все мероприятия выполняются в штатном режиме, продуктов в магазинах достаточно, медицинский пункт работает, всеми необходимыми лекарствами мы обеспечены, почта, связь, пенсия людям заставляются вовремя. Все работает. В администрации сельского поселения денег на модернизацию моста нет, а региональные власти пока только кормят людей обещаниями. Новый мост в Преображеновке обещают построить года через три. Денис Щербаков, Красная линия. Жители России стали экономить на еде. К таким выводам пришли эксперты Всероссийского центра изучения общественного мнения. Согласно опросу, проведенному в столице, более 70% москвичей стали экономить на продовольствии. 26% из числа опрошенных испытывают серьезные проблемы с приобретением продуктов питания. По мнению некоторых экспертов, это не предел. Вы знаете, хочется, конечно, что-то обнадеживающее сказать, но как проголосовали, то и получаем, к сожалению, будет хуже. Ну, например, только что 10 марта правительство опубликовало прожиточный минимум по итогам 2015 года, 4 квартала. Он на 200 рублей уменьшен. То есть уже все льготы, пособия, выплаты, которые идут от прожиточного минимума, они уже будут меньше. То есть цены растут, а все, что связано с прожиточным минимумом, уменьшается. Только за минувшие два месяца средняя стоимость продуктов питания в столичных магазинах выросла более чем на 6%. По прогнозам, весной этого года цены могут подняться на мясо, молоко, сладости, хлеб и алкогольную продукцию. В Москве прошел съезд Российского союза промышленников и предпринимателей. Почетный гость и один из докладчиков заседания – министр экономического развития России Алексей Улюкаев, которому вчера исполнилось 60. Перед выступлением его поздравили с прошедшим юбилеем. За активную работу по улучшению предпринимательского климата в Российской Федерации и в связи с известным летием награждается благодарностью. Остальные награды РСПП у Алексея Валентиновича уже есть. И кроме того, я хотел бы для улучшения прогнозов Минэкономразвития вручить символический подарок вам. Где этот подарок наш? Где подарок? Затерявшийся подарок все же нашелся. Александр Шохин вручил главе Минэкономразвития арифмометр марки «Феликс» для улучшения качества макропрогнозов. Алексей Валентинович, подарок уже есть, на всякий случай, его до выступления. Это машинка для прогнозов. Надеюсь, вам пригодится. Спасибо. Такой подарок придется министру как нельзя кстати. Последнее время прогнозы Алексея Валентиновича имеют свойство не сбываться. В этот раз Улюкаев снова порадовал россиян сообщением об окончании спада в экономике. Показатели роста, по его данным, за последние 9 месяцев колеблются в районе нулевой отметки. Собственно говоря, фактически я неоднократно говорил, и сейчас хочу повторить, может быть, рискую вызвать некоторые дополнительные насмешки моих критиков. В течение 9 месяца спад прекратился, и состояние российской экономики правильно всего оценивается названием книги одного известного автора около нуля. По данным Росстата, спад российской экономики в 2015 году составил почти 4%. За первые два месяца этого года ВВП снизился уже почти на 3%. Однако ведомство Алексея Улюкаева продолжает с оптимизмом смотреть в будущее. Примерно то же самое в части промышленного производства. Как вы знаете, чуть лучше нас по сельскому хозяйству. У нас в прошлом году 3% роста сельскохозяйства. Конечно, происходят серьезные структурные сдвиги. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с госсекретарем США Джоном Керри. В ходе беседы стороны обсудили вопросы сирийского урегулирования и выполнения минских договоренностей. Отдельной темой стала борьба с международным терроризмом. Коротко о других новостях за рубежом. Глава администрации президента России Сергей Иванов прибыл в Пекин с двухдневным визитом. Иванов встретился с руководителем канцелярии Компартии Китая Ли Чаншу. Как стало известно, одной из тем переговоров стала подготовка к визиту в Китай президента России Владимира Путина. Бельгийская полиция проводит в центре Брюсселя две спецоперации, сообщает Интерфакс. Напомним, 22 марта в столице Бельгии произошла серия терактов. Десятки человек погибли, более двухсот ранены. Группа кораблей НАТО прибыла в Ригу для обеспечения безопасности в Балтийском море, сообщает ТАСС. Предполагается, что в латвийских водах корабли Альянса будут находиться несколько дней. Крупные европейские банки решили не размещать российские ценные бумаги, сообщает The Wall Street Journal. Как отмечает издание, это связано с тем, что финансовые организации не хотят идти в разрез с политикой Евросоюза и США, которые ввели санкции в отношении ряда российских компаний и банков. Международный трибунал по бывшей Югославии вынес приговор бывшему лидеру боснийских сербов Радовану Караджичу. Он признан виновным в военных преступлениях и приговорен к 40 годам лишения свободы. Однако сообщается, что вердикт может быть обжалован. Результаты земельных выборов в Германии полностью меняют традиционный политический пейзаж. Правые усиливаются, а левые теряют позиции. Почему и тех, и других считают друзьями Москвы, рассказывает наш обозреватель Маринев Исканян. Германия продолжает обсуждать итоги выборов в региональные парламенты, которые прошли в трех федеральных землях. Результаты оказались шокирующими. С двузначными показателями партия правых евроскептиков «Альтернатива для Германии» АФД заняла в Баден-Вюртемберге и Райнлайн-Фальце третье место, а в земле Саксонии Анхальт стала второй. Неудачными оказались выборы для левой партии. Она потеряла поддержку избирателя и не прошла в два из трех лантагов. В немецкой прессе этих соперников одинаково обвиняют в симпатиях к России. Газета «Цайт» пишет, что приверженцы «Альтернативы для Германии» скучают по путинской автократии. Франкфуртер Ольгемайнедсайтунг считает, что правые консерваторы симпатизируют Путину потому, что его авторитарный режим основан на христианских ценностях. А немецкие либералы в Хандельсблат обвиняют левую партию в том, что она хочет видеть в России своего традиционного старшего брата, каким был Советский Союз. Автор считает, что и правые, и левые, цитата, едины в том, что Германии нужна суверенная внешняя политика, сокращение сотрудничества с США и одновременно более тесные отношения с Россией. Конец цитаты. В самой левой партии по итогам выборов возникли разногласия по вопросам миграционной политики. Супредседатель фракции левых в Бундестаге Сара Вагенкнехт считает, что, цитата, «нельзя игнорировать положение беженцев, но надо найти общеевропейское решение. Они не могут все приехать в Германию». Конец цитаты. Основатель левой партии Аскарло Фонтен писал также о том, что беженцы, став дешевой рабочей силой, могут ухудшить положение немецких рабочих на рынке труда. Однако нынешнее руководство левых подобное мнение не разделяет. Но если здравые голоса в партии не услышат, она продолжит терять избирателей. Маринева Сканян, «Красная линия». Наш выпуск на этом завершен. Всего доброго и до свидания.